В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Число больных опять увеличилось. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Можно или нельзя ездить в Мордовию? Подробности с проверками в Темниковском районе. Челлендж добрых дел. Саровчан приглашает принять участие во всероссийской акции. Далее расскажем обо всем подробно. В Нижегородской области ужесточают контроль за режимом полной самоизоляции. Теперь передвижение жителей региона будут отслеживать в том числе на основе сотовых данных абонентов всех операторов связи. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем инстаграм. Индекс изоляции на основе сотовых данных внедряют в стране впервые. Его рассчитывают по количеству подключений абонента к базовым станциям. Как пояснил глава региона, чем больше фиксируется таких подключений к разным станциям, тем активнее передвигается человек. При этом технологии позволяют исключить из статистики повторяющиеся маршруты типа работа дом. Если в отдельном взятом районе будет регистрироваться высокий уровень подключений к базовым станциям, власти усилят патрулирование на этой территории для проверки у местных жителей QR-кодов на выход из дома. Усиление самоизоляции, по словам губернатора, необходимо. Число зараженных коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. В Сарове у больных уже 26, в их числе двое детей. У всех вот вновь выявляемых нами лица с подтвержденным лабораторно диагнозом коронавирусной инфекции нет на самом деле ярких симптомов, ярко выраженных симптомов заболеваний остро-респираторной вирусной инфекции. У некоторых это только насморк или першение в горле, или небольшой сухой кашель, осиплость голоса, небольшая головная боль. При этом без повышения температуры. На сегодняшний день тяжелых форм у нас нет. У нас есть легкая форма и средние тяжести. Девять человек проходят лечение в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. На карантине под наблюдением медиков остаются 111 человек. К другим новостям. На пути в Темников будет дежурить наряд полиции. Сотрудники правопорядка должны информировать всех въезжающих и выезжающих из района о мерах безопасности и соблюдении режима самоизоляции. Подробности в следующем репортаже. В связи с предотвращением распространения коронавируса на пути из Сарова в Темников и обратно периодически будет дежурить патруль. Основная его задача – обеспечение безопасности дорожного движения и разъяснительная работа, утверждает глава Темниковского района Сергей Кизим. Постоянный приток населения, можно так сказать, на Темниковскую землю. Ориентировочно где-то более 500, но сложно посчитать, потому что начали мы фиксировать всего лишь неделю назад, а до этого они приезжали. И сейчас продолжают. Ну, сейчас уже проще. Мы уже фиксируем на подъезде в республику Мордовия, фиксируем. И потом сведения все направляются уже по местопребыванию. Сотрудники ГИБДД будут фиксировать количество людей, которые прибывают на территорию района. Информировать водителей и пассажиров о необходимости соблюдения двухнедельной самоизоляции и правилах перемещения. По словам Сергея Кизима, приостановить междугородние отношения между Темниковым и Саровым невозможно. Многие жители ездят на дачи, работают в организациях, которые продолжают функционировать. С Саровым немножко, мне кажется, ситуация должна быть другая, потому что мы как бы как одно целое работаем. У нас люди здесь проживают, а работают каждый день, ездят как в соседний район города, можно так сказать, в Саров. Поэтому мы сейчас вышли с предложением внести некоторые изменения в указ главы. Вот сегодня мы отдали эту же бумагу главному санитарному врачу. Тот, значит, в свою очередь главе республики. Я думаю, день-два вот, и мы этот нюанс коллизии, скажем, законодательства, мы должны урегулировать. На специальном бланке автомобилисты должны будут указать личные данные и дать согласие на предоставление информации о местонахождении. Правоохранительные органы смогут получать ее с помощью оператора мобильной связи в течение 14 суток после поездки. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. До 1 мая 2020 года продлен прием заявок на конкурс социальных предпринимателей «Взгляд в будущее». Этот проект помогает потребителям узнать о новых социальных товарах и услугах. Победители конкурса получают бесплатную рекламу. Причем предприниматели могут выбрать подходящие площадки в городах Нижегородской области. Разместить свою рекламу социальные предприниматели смогут сразу после окончания карантина. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Режим закрытых дверей в нижегородских храмах продлили по 30 апреля. На богослужения, кроме священников, по-прежнему будут допускать только сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. Об этом сообщает официальный сайт Нижегородской митрополии. Ограничения пришлось продлить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При поддержке правительства Нижегородской области для прихожан организованы онлайн-трансляции богослужений. Водителей, которым пришло время обновить права, успокоили. Бежать никуда не нужно. На днях президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает действия документов, подлежащих замене. Согласно решению главы государства в целях борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, водительские права, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно, остаются действительными. Кроме того, для подростка, в котором в эти сроки исполнилось 14 лет, но не был выдан паспорт гражданина Российской Федерации, основным удостоверяющим личность документом продолжает оставаться загранпаспорт или свидетельство о рождении. В Нижегородской области из-за угрозы коронавируса закрыли сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщили в Комитете регионального госохотнадзора. Теперь у охотников, которые получили разрешение на добычу, есть два варианта действий. Первый – отложить квитанции об оплаченной госпошлине до следующего весеннего сезона и затем предъявить их вместе с заявлением на новое разрешение. Второй – обратиться за возвратом денег. Для этого необходимо написать заявление в госохотнадзор Нижегородской области. На минувшей неделе пожарные Сарова семь раз тушили горевший мусор на территориях садоводческих обществ, в гаражных кооперативах и в лесном массиве. Вовремя прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной службы быстро локализовали огонь. Напоминаем, что в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области в регионе введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь траву и мусор. Весной любители загородной жизни традиционно наводят порядок на своих участках. Даже в условиях карантина многие предпочли городским квартирам самоизоляцию на дачах. Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора предупреждают о недопустимости поджигания сухой прошлогодней травы и бытового мусора. Это запрещено и может повлечь за собой уничтожение имущества и гибель людей. В Игоре это очень большая территория, она очень сухая. Поэтому при повышенном ветре ее невозможно остановить собственными силами. Скорее всего, даже будет очень тяжело остановить силами пожарной охраны. Противопожарный режим пока не введен, но в Сарове уже усилили меры по охране лесов. Постановлением главы администрации запрещено разводить костры в лесах, жечь хворост, траву, отходы, использовать приспособления для приготовления еды на углях. В связи с тем, что многие граждане используют нерабочие дни для отдыха на природе, профильные организации усилили контроль за соблюдением противопожарного режима и указы губернатора Нижегородской области о режиме самоизоляции. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Если по кодексу административных правонарушений предусмотрен штраф или предупреждение, тут уже идет решение. Была ли угроза распространения, были ли какие-то отягчающие обстоятельства, тут уже решается охота. Если же статья кодекса не предусматривает предупреждение, то в любом случае на граждан будет штраф. Рейды по отлову нарушителей проводят сотрудники полиции. Они составляют протоколы на нерадивых граждан и направляют документы в отдел пожарного надзора, где уже принимается решение о наказании нарушителей законодательства. Елена Грязкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В рамках всероссийского проекта «Весенняя неделя добра» в Сарове стартовала акция «Челлендж добрых дел». Присоединиться к ней могут все желающие. Мероприятия пройдут дистанционно под девизом «Оставайся дома». Участников ждут различные онлайн-флешмобы, мастер-классы и акции. Подробности в следующем репортаже. «Весенняя неделя добра» впервые пройдет в онлайн-формате. Саровчан приглашают принять участие в мастер-классах, флешмобах, челленджах и конкурсах дистанционно. Возраст участников не ограничен. Материалы могут присылать все желающие. Также достаточно просто выложить их в интернете с хэштегами «Неделя добра Саров», «Саров молодежь», «Мы вместе Саров» и «Добро Саров». Узнать подробный календарь событий можно на официальных страницах Департамента по делам молодежи и спорта в социальных сетях. «Мы не старались делать какие-то замысловатые условия. В основном людям достаточно просто выложить в свою социальную сеть с предлагаемым хэштегом «Материал». Соответственно, наши педагоги, наши сотрудники это все отслеживают, мониторят». Большое внимание в этом проекте уделили семейному досугу, а также волонтерскому движению и пропаганде здорового образа жизни. «Неделя добра» продлится до 27 апреля. После снятия режима самоизоляции запланировано награждение самых активных участников. Тем, кто хочет бороться с коронавирусом посредством искусства и творчества, предлагают принять участие в интернет-конкурсе «Береги себя». Цель – показать свое видение профилактики коронавирусной инфекции. То есть, не знаю, посмотреть на все плакаты, послушать, не знаю, там, умные лекции, почитать умные статьи и отобразить в любом формате творчеством. На конкурс уже прислали несколько десятков работ, рисунков и видеороликов. Дети вместе с родителями ставят спектакли и показывают, как соблюдать правила гигиены. «Объяснить детям своим, что происходит, что с этим делать, чего бояться, чего не нужно бояться. И ребенок через себя это пропуская, он уже лучше это воспринимает». Работы на творческий конкурс принимаются до 30 апреля. Потом будет запущен второй этап. Саровчане в интернете будут голосовать за понравившиеся работы. Елена Грязкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Весной растет заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Эту болезнь переносят грызуны. В теплое время года они встречаются повсюду – в лесу, на даче, в гараже. Заразиться можно даже, дыша с больными грызунами одним воздухом. Часто первые проявления мышиной лихорадки напоминают по симптомам небольшую простуду. Если вовремя не обратиться к врачу, лихорадка будет стремительно прогрессировать. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с высокой температурой, выраженной общей интоксикацией и поражением почек. Заразиться мышиной лихорадкой можно практически везде, где могут быть грызуны. Осенью и весной происходит миграция мышей в общественные, производственные и жилые помещения. В прошлом году в Сарове зарегистрировано 98 случаев заболеваний. Заболевание передается мышевидными грызунами. Основной переносчик данного заболевания – рыжая полевка. Основной путь заражения ГЛПС – воздушно-полевой. Когда вирус, содержащийся в биологических выделениях зверьков, попадает с пылью в дыхательные пути человека, разносится кровью и поражает кровеносные сосуды, почки и вызывает почечную недостаточность. Заболевания в основном протекают в нашем городе в средне-тяжелой форме. Заразиться мышиной лихорадкой можно только при прямом или косвенном контакте с грызуном-носителем. Повышенному риску подвергаются люди, проживающие или отдыхающие в сельской местности. В основном люди у нас заражаются на садовых участках. Когда весной приезжают на дачи, начинают разбирать, начинают уборку садовых домиков, разбор захламленных вещей. И если в помещении побывали зараженные вирусом зверьки, то человек может заразиться, вдохнув эту пыль, зараженную вирусом, и заболеть этой болезнью. Основные симптомы мышиной лихорадки – повышение температуры, боли в мышцах и суставах, покраснение глаз, боли в пояснице, рвота, уменьшение количества мочи. Последствия болезни могут стать для человека очень опасными. Поэтому при обнаружении симптомов необходимо обратиться к врачу. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. И хороших вам новостей.